Приветствую всех подписчиков, дорогие мои подписчики и даже зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре радиоприемник VF Sigma модель VF260. Вот в таком виде он сейчас пребывает. Был, конечно, вид у него не очень-то веселый. Но состояние, конечно, у него тоже усталое. Видно, что отсутствует телескопическая антенна. Также кто-то сделал технологическое отверстие. Здесь был тумблер, стоял грубый. Но эта штука она живая, просто отклеилась, не наклеил. Данный магнитолог ждет в своей очереди под реставрацию. Но радио работает у нее исправно. Мы сейчас видим, что это у нас УКВ. УКВ не перестроенное. Видно, что у нас ничего не ловит он, кроме как индустриальных помех. Другие волны ловит. То есть, вернее, другие диапазоны работают. Сейчас я уберу. Но магнитофон не работает. Почему? Здесь у нас проблема в следующем. Тонвал на данном магнитофоне исправен. Но само посадочное место очень сильно имеет отработку сильную. И просто-напросто люфтит сильно. Плюс еще проблемы с регулятором частоты вращения двигателя. То есть, стабилизатором вращения двигателя. Поэтому магнитофон тоже надо устанавливать. Ну, видно, что на регуляторах тембра и громкости отсутствуют ручки оригинальные. Ну, а так, в целом, состояние довольно-таки хорошее. Учитывая на его возраст, учитывая то, что он был в жестких эксплуатационных местах. Вот эта радость у нас стоила 270 рублей. По советским меркам это серьезная сумма денег. Вообще, в Советском Союзе относительно все серьезно было. Вот тут видно коммутатор входов, выхода. Также есть небольшой антенюатор, то есть переключатель входов, рода работ. Ну, также на головные телефоны можно было подключиться. Магнитола монофоническая. Вот здесь вот мы видим разъемы подключения внешних антенн. Антенна, земля и УКВ-75ОН. Ну, вот тут специально там петлевой вибратор соединялся. Здесь сбоку видно переключение каналов, переключение диапазонов. Здесь ручка на стройке на диапазон. Вот, ну, в принципе, вот такой внешний вид у нас. Да, здесь управление, здесь у нас подсветка. И здесь у нас подсветка АПЧ. Здесь магнитофон и приемник. Переключаем родорежимы работы. Вот в таком виде он пока, надеюсь, будет преобразовываться. Будет перестроено УКВ. По поводу магнитофона уже я не могу сказать, так как на него сейчас трудно найти. Но если вдруг найдется донор под него, или может быть даже исправный лентопротяг, то можно будет просто-напросто поменять. А здесь болгарский. Так, болгарский, да, по-моему, болгарский. Лентопротяжный механизм используется, довольно-таки хороший. Вот такой вот был маленький обзор по данной технике. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь впечатлениями. Может у кого-то какая-то история была связана с таким аппаратом. Очень будет приятно нам почитать про это. И до следующих видео. Спасибо. 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 Спасибо.